Итак, добрый день. Сегодня у нас тема с оформлением разреза. Мы с вами поговорим про основные штриховки, какие размеры должны быть на разрезе, про высотные отметки поговорим, ну и также по остальному оформлению нашего чертежа с разрезом. Итак, с чего мы с вами начнем? Для начала мы с вами будем расставлять основные штриховки. Я это буду расставлять по моему предыдущему файлу с моим разрезом, который я выполнил на прошлом занятии. Ссылка на него будет соответственно в канале. Я перехожу в слой штриховка. Показания этого слоя для тех, кто еще его не делал, хотя странно. Штриховка цвета можно задействовать черным. Обозначение слоя я каждый из элементов стараюсь структурировать по слоям, чтобы можно было их скрыть, чтобы они были не видны. Можно было что-то подредактировать, чтобы не редактировать все остальные элементы, которые связаны, если все делать и в одном слое, не дай боже. Соответственно, показатели для слоя штриховка. Этот цвет можно использовать черный, либо любой, который вам понравится, потому что все равно мы в итоге будем настраивать монофром. Я покажу, как выводятся чертежи в цвете, как они выводятся в черно-белом виде. Все это в программе возможно. Линия у нас непрерывная, то есть континния, толщина линии 0.25. Все у нас видно. Слой штриховка делаю активным. Перехожу во вкладку «Главное». Во вкладке «Главное» есть функция «Штриховка». Во вкладке «Штриховка». Вспоминаем. Сейчас у меня она прогрузится. Потому что я добавил еще 700 различных элементов штриховок, поэтому они у меня не отличаются. Штриховку обязательно выполняем аннотативной. Так же, как мы делали все это на планах наших этажей. Дальше что? Будет потом дополнительное видео по планам этажей. Мало ли для моих студентов, либо кто будет делать планы этажей. Я все это покажу. Аннотативная штриховка, чтобы она менялась в зависимости от масштаба отображения на листе. Штриховка. Начнем по элементам. У нас с вами есть несколько кирпичей. Несущая стена состоит из кирпича. Облицовка состоит из кирпичей. В ранних видео я говорил, из чего у нас основной материал наше стены. Штриховка кирпича ANSI32. Я использую. Она и стандартная в автокаде. Для тех, кто не знает, это две горизонтальные линии с шагом равным между собой под углом 45 градусов. Угол я не меняю. Мне интересует масштаб аннотативности. Это 0,35. Слой я уже задействовал. Дальше я могу общелкать просто элементы, которые необходимы, чтобы были задействованы у меня под штриховку. У нас с вами основной несущий слой будет сделан из кирпича. У всех наших стен. Несущих внутренних стен. Просто нажимаю левую клавишу. Дальше что? Нажму Escape. Поменяю штриховку. У нас теперь с вами штриховка постепенно. Я еще с кирпичом не закончил, но буду делать это все постепенно. Железобетон. Железобетон. Штриховка метонам сочетает в себе по ГОСТу российскому штриховку бетона, газобетона и штриховку железа. Железо это прямые наклонные линии под углом 45 градусов одинаковым шагом между собой. Бетон это штрих-пунктирная линия. В автокаде называется ANC35. Итак, у нас с вами перекрытие будет железобетонное. Основание нашего здания выполнено из железобетона. Дальше что мы с вами делаем? Штриховка. Задаю штриховку нашего утеплителя. У утеплителя есть несколько различных его значений. По ГОСТу наиболее всего подходит для автокада. В автокаде это ANC35. По сути дела это комбинация однородная наклонных линий. Одна под углом 45 градусов, другая под углом 90 градусов. Грубо говоря в шахматном порядке. Они пересекаются между собой. Утеплитель наш. Если по какой-либо причине у вас элементы не штрихуются, вы отодвините область вида. То есть мышку уменьшите масштаб и нажмите. Предположим, если бы я вот так приближен, он бы меня не увидел эти грани конечные. И возможно появилась бы ошибка о том, что штриховку задать невозможно. Поэтому лучше отодвините. Дальше что? Доделываю штриховку нашего кирпича. Штриховка кирпича ANC32. У нас с вами утепель, облицовочный кирпич используется. У нас с вами, кстати, с облицовочным кирпичом я сейчас поговорю. Перегородки все заштрихую. И на данный момент облицовочный кирпич удалю, потому что выполнил у него корректировку. Какую корректировку мне необходимо сделать? Я перехожу в слой разрез 0,5. Ну, возможно, у вас такого нет. Я просто хочу, чтобы от отметки 0, от отметки пола первого этажа, напоминаю, что высота этажа это расстояние от пола до пола. Я от отметки 0, высотные отметки, о них сегодня еще поговорю. Прочерчу прямую линию, чтобы у меня низ, то, что располагается ниже пола, в данном случае вот эти участки, будут сделаны из декоративного камня. По сути дела, чтобы они отличались. Вы можете оставлять их такие же, какие они будут у моих студентов. Делайте, пожалуйста, декоративный кирпич, чтобы я мог увидеть разницу, что у вас от земли находится другая отделка. Итак, дальше что? Возвращаясь в слой, штриховка, штриховка. И дальше завершаю расстановку штриховки моего кирпича, анти-32. Сверху сначала расставлю. Теперь что я сделаю? Я нижний слой, нажал сейчас Escape, буду использовать штриховку показаний декоративного камня, на самом деле ее можно использовать в ту же самую штриховку нашего кирпича, но повернутая на угол 90 градусов. Вот, они, получается, идут навстречу друг другу линию. Поставили. Теперь что мне необходимо сделать, чтобы в дальнейшем никакой ошибки не было при расстановке штриховок, я верну угол в нулевой поставлю. И пока мне этого достаточно. Что я делаю теперь? Мне нужна штриховка поверхности земли. Чтобы ее выполнить быстро и безболезненно, я выделю землю, которая обтекает у меня мой объект, соберу ее в замкнутый контур. В панели редактирования нажму функцию Соединить. Соединятся они в замкнутую полилинию. Вот она. Что такое полилиния, я буду говорить в базовом уроке по автокаду. Грубо говоря, это непрерывная линия, которую уже в дальнейшем можно ее менять, смещать, и она будет смещаться всем контуром, а не отдельными взятыми отрезками. Я выполню смещение данного контура на 800 мм, чтобы показать мне штриховку поверхности земли. Данный слой, смещенный, я перегоню в слой Death Points, который по умолчанию будет не виден на печати. Слой Death Points я сделаю активным, сделаю текущим, и допроектирую отдельный контур, чтобы у меня образовался, грубо говоря, два контура. Мне необходимо здесь добавить штриховку земли. Вы можете вручную проектировать линии длиной 600-800 мм, с одинаковым шагом между собой, под углом 45 градусов. Я могу вручную сделать 600-800 мм под 45 градусов и копировать. Но это будет долго и муторно, на самом деле. Какое здесь расстояние? Пускай будет на 300 мм. И вот так расставить с одинаковым шагом штриховку поверхности земли. Либо могу поступить проще. Я теперь перехожу назад в слой штриховка. Напоминаю, что я был в DevPoint. Выполняю штриховки. И буду использовать максимально похожую на штриховку поверхности земли линий. Сейчас я ее найду. Сейчас проверю. Это не та штриховка. Это не та штриховка. Это не та штриховка. На плане подвального этажа я могу посмотреть масштаб штриховки. Сотни. Ну посмотрим. По-моему, эта штриховка еще по прошлому году сделалась не аннотативной. Поставлю сотни и посмотрю, что получится. Нет. Буду подбирать такую, которая мне наиболее подойдет. Нет. Не подойдет сотни. И десятка не подойдет. Сейчас сравню по показаниям. Лучше, на самом деле, чтобы использовалась одна и та же штриховка, что на плане подвального этажа. По виду она напоминает ту же самую землю. Что я теперь сделаю? Я выключу для отображения слой DevPoints, потому что у нее на самом деле не нужно. Чтобы осталась чистая штриховка поверхности земли. Что я делаю дальше? Моя крыша. Теплая крыша должна штриховаться. Холодная крыша у нас не штрихуется. Холодная крыша используется для чердака. Теплая для мансарда. В случае мансарды мы с вами делаем штриховку той же самой изоляции. Штрихуем нашу крышу. Я буду штриховать все участки, включая слуховые окна. Дальше, что я выполняю? Я должен добавить необходимые оси. А оси я могу добавить с наших планов. Я выделю слой с осями. Сделаю его текущим. Продлю отрезки. Раз. Ости у нас должны остаться здесь. Для тех же самых элементов, которые режутся, основные несущие. Можно, чтобы она накладывалась немного на фундаментную плиту, можно сделать выше, как вам удобно. Главное, чтобы мы видели эти оси. Сейчас он здесь сместился. Включу активный режим порта, чтобы у меня никуда ничего не сместилось. Ортогональное ограничение перемещения курсора он у нас на линии строит ровно под углом 90 градусов либо прямые участки. На самом деле, я здесь могу уже скопировать с привязкой. Здесь у меня будет ось B. Дальше, что я сделаю. Я выровняю все участки, чтобы у меня оси были одинаковой длины. Я мог это сделать через вместитель. Но, как показывает практика, такую функцию лучше не показывать. В лишний раз я их перетащил вручную за маркеры ограниченные. Дальше скопирую буквенное обозначение. Получается E, G и B. Копирую и перемещаю их вверх. Буквенное отображение я поверну, чтобы они у меня смотрели всегда в области вида нашего чертежа. Зажатые клавиши Ctrl я могу их развернуть. Сейчас помогу. Кореонин надо развернуть. Да, кореонин надо развернуть. Вернусь назад. Клавиши Ctrl Z и поверну нормально. Ctrl вверх. Поднимаю обозначение. При помощи нажатой клавиши пробел либо Enter могу повторить предыдущее действие. То есть повернуть. У нас есть оси, у нас есть штриховки. Что мне необходимо сделать теперь? Мне необходимо поставить расстояние, которое у меня должны быть на чертежах. Я перехожу в слой. Размеры. Если у вас он сделан был отдельно, переходите в него. Если нет, он у нас те же самые свойства имеет, что и штриховка. Тонкая линия, цвет любой. Continue с 0.25. Разрезы, рамка. Сейчас где-то здесь были размеры. Размеры. Выполняю построение размеров. В данном случае линейный. У нас должно быть расстояние между крайними осями и между каждой из осяй в отдельности. Поставил отдельный размер, нажал функцию продолжить и продолжая до следующей оси. Вот таким вот он будет. Дальше что у нас должно быть на разрезе? Обозначение. Соответственно, с чем мы работаем вообще? С каким планом? Я ее скопирую с плана любого этажа. На самом деле это просто отдельный слой, название чертежа, уже с настроенными функциями. Название у нас будет у разрезов всегда. Ну, как всегда. В данном случае мы так как не фрагменты какие-то используем, мы целый элемент режем в здании. Разрез. 1,1. Мы его не обозначаем по нашим осям, мы его называем в соответствии с порядковым номером. Как у нас был он поставлен на плане. На плане тоже был бы разрез 1,1. Следующий разрез был бы 2,2. Потом 3,3 и так далее подрастающий. Дальше что мне необходимо сделать? Буду расставлять оставшиеся размеры. Линейный размер. Ставлю расстояние фундаментной нашей плиты. При помощи функции продолжить расставлю все остальные. Расстояние до потолка, толщину перекрытия, до потолка, толщину перекрытия, и до максимальной точки, которая либо режется, либо попадает в область вида. У меня разрезывался конек моей крыши. Если бы он был где-то дальше, я довел бы до него. Крышу я саму не обозначаю. У нас она будет, ее толщина, формироваться в кровеном пироге. Дальше что мы делаем? Размеры выносим из конструктивных элементов, чтобы они не накладывались на основные элементы. Вот тоже самое железобетон. Со штриховками, на самом деле, я сейчас понял, что еще не закончил. Перехожу в слой штриховка. Штриховка. У нас с вами лестница для малоэтажного жилого строительства. Она может быть сделана либо из дерева, либо из металла. Самый распространенный. Да, кто-то скажет, что у меня есть железобетон. Да, может быть из железобетона. По примеру, который я выполняю, я ее делаю либо из дерева, либо из металла. Штриховка металла. Это ANC31. Штриховка дерева. Отдельно взята. Есть для моих студентов. Один разработанная штриховка моим коллегой по дереву. И она в отдельном разделе лежит. Когда мы с вами по плану этажей делали, там эта штриховка вынесена. Вы ее копируете. В слой штриховка выполняю слой штриховку моей лестницы. Дальше что мне необходимо сделать? У меня есть все необходимые элементы, кроме флага моей крыши. Причем должны быть обозначены все крыши, которые режутся. И конкретно. Флаг крыши у нас есть отдельно взятый динамический блок. Ссылка на него будет в описании канала. На всякий случай. Мало ли кто на дистанционный портал не зайдет. Я скопирую этот динамический блок. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. И Ctrl-V в наш проект. И расставлю. Каким образом я его еще буду редактировать? С привязкой к разрезаемому участку нашей крыши. К разрезаемому участку. К разрезаемому участку. Скопируем мы элемент удалить. Дальше что я сделаю? Описание всех толщин я уже сейчас делать не буду. Основное, что вы должны запомнить. Как отображается флаг крыши, так же как и высотные отметки. Здание визуально делится пополам. Все, что находится с левой стороны, должно быть повернуто в левую сторону. Все, что находится с правой стороны, должно быть повернуто в правую сторону. То, что касается высотных отметок. Отдельно будет картинка, которая появится у нас в видео. По основным высотным отметкам. На них вы можете базироваться и расставлять основные высотные отметки. Это основные элементы, которые режутся. Поэтому все, что разрезается, ставится высотная отметка. Я из динамического блока просто скопирую вид высотной отметки. Вставлю ее в свой проект. На самом деле мог ее добавить из тех же самых фасадов, которые вот у меня здесь располагались. Дальше что? Для вспомогательных построений я воспользуюсь, на самом деле, любым слоем, в том числе и девпоинтсом могу, либо нулевым слоем поставить вспомогательные линии, от которых я потом избавлюсь для тех элементов, которым нужны высотные отметки. Я просто на них буду базироваться и ставить в основные высотные отметки по своему плану. на самом деле это основное, что нас интересует. Но только разрезаемых элементов будем выносить. Итак, скопируем высотную отметку и начну ее расставлять. и начну ее расставлять с привязкой. У меня, получается, все основные высотные отметки вылезают на один из фасадов. Причем, хочу, чтобы вы запомнили, высотные отметки, то, что касается наших конструктивных элементов внутренней части нашего объекта, должны располагаться при возможности их определения именно там, внутри здания. То есть, та же самая отметка 0 у меня должна располагаться внутри здания. Та же самая отметка плюс 3 метра должна располагаться внутри здания. Поэтому я их немного смещаю сейчас. То, что касается крыши, уже здесь не расстыковал. То, что касается крыши, вы отображаете высотными отметками. Что я еще не изобразил? Высотную отметку уровня земли. Высоту ее берете из ваших планов. Высотную отметку низа фундамента нашего. Дальше уже, как редактируются блоки, понятно. Два раза нажимаете левой клавишей мыши и меняете их заполнение. Уровень земли нам не нужен. Можно оставить только у самой земли. Отметка 0 у нас без плюса, без минуса. И дальше уже просто измеряете и ставите высотные отметки необходимые. Так же высотная отметка. Если у вас эта площадка и не забежная лестница, а в данном случае я помню, что у меня это площадка, вы можете поставить высотную отметку у площадки нашей лестницы. Разверну. И это двину от объекта. Зачем я это делаю? Потому что мне нужно будет также показать высотными отметками верхнюю часть моего слухового окна. Высотные отметки все должны располагаться на одной прямой. Как и в случае фасадов, так и в случае разрезов. Вы их распределять можете по фасадам, в случае высотных отметок по фасадам. По разрезу вам ничего распределять не нужно, вы уже на самом деле можете расставить их, потому что элементов достаточно мало. Так у нас с вами получается формирование нашего разреза. Основных разрезаемых элементов. Штриховки. Все это мы с вами запомним. На прошлом видео я не показал, как у нас режется крыльцо. У нас в данном случае, потому как я провел разрез, штриховка по крыльцу, разрез пройдет только по одной ступени, которую мы с вами видим. Давайте сразу же перенесем, раз уже я этим занимаюсь. Перехожу в слой разрез 0,5. Вспоминаю то, что разрезается, толстыми линиями отображается. И переношу всю эту проекцию. Порочни я пока не переносил. Последнее, чего еще не сделал. А, здесь уже прямая линия будет. Землю я немного продлю, чтобы у меня ошибок никаких не было. У нас разрезается только ступенька. Снова включу ортогональное ограничение. Принесили курсоры. И начинаю. 150 мм. Раз. 150 мм. Два. Здесь у меня разрезается целая ступенька. Дальше что? Проведу линию, которая мне просто показывает разрезанную мою ступеньку. Здесь чисто косовую, либо тетива, опирание моей ступени. Сейчас. Не зря удалил, но построю ее уже вручную. Базовая отметка у меня есть. Ступенька, которая пошла дальше. На самом деле можно оттуда не удалить. Потому что у нас опирание не прошло. Разрез по ней не прошел. Вот эта линия. Пум-пум. Разрезали, 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 разрезали. Здесь переход из одной ступеньки в другую. Переход из одной ступеньки в другую. Дальше. Возвращаюсь в свой штриховки. И выполню штриховку. В данном случае лестница на крыльце у нас сделана из железа бетона. Поэтому я просто штрихую. Напоминаю, что кто-то скажет, что у меня здесь кубики какие-то получились. Это у меня разрезалось только грань ступеньки сами. Вот покажу. Грань сами ступеньки. Никакой линии опирания у меня не будет. Как в случае с лестницей, вот такой проекции у меня не будет. Если бы у меня все крыльцо разрезалось. То есть, предположим, вот здесь прошел бы разрез. Я бы увидел и плиту перекрытия. И тонкими линиями колонны, на которые опирается мое крыльцо. И толстые линии показания перекрытия и ступени. И, соответственно, вот эту область я бы увидел немного по-другому. Дальше уже флаг крыши заполняется согласно материалу, который используется в крыше. У всех крыш, в том числе и плоских, если они у вас разрезаются. Внутренне и горизонтальных размеров быть больше не должно, кроме расстояния между осями. Мы внутри их не ставим зачем, если они у вас есть на планах. На чертежах стараются экономить и не загружать лишнюю информацию, чтобы человек не перепроверял, а сходится ли ваш размер. Либо у вас здание, там нет какой-либо сложной формы, и двери получаются под углом. Так же, как и вот здесь у меня прошло. Вспоминаем предыдущее видео. И двери получаются не по габариту. Это все, что основное я хотел вам показать по разрезу. Надеюсь, что был полезен. Еще появится сейчас дополнительное видео в ближайшее время по схему заполнения оконных дверных проемов и витражей. Это то есть спецификация оконных дверных окон и витражей всех проемов. И дальше уже будем записывать новое видео, выводы, чертежи на печать. И буду откатываться назад, буду делать видео уроки по базовому модулированию в программе AutoCAD, в программе Revit. И в ближайшее время появится еще и Archicad. С 3D Max, скорее всего. Потому что мне интересно на них сейчас поковыряться. Всем спасибо, что были тут. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Пока.